Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу для склада временного хранения. Этот продукт может использоваться отдельно на СВХ, а также в составе программы для транспортных компаний, которые параллельно основной деятельности по доставке грузов могут сдавать свои складские помещения. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. В начале работы все, что вам потребуется, это заполнить справочники, валюты, с которыми вы работаете, способы оплаты для клиентов, финансовые статьи, если кроме доходов вы будете проводить в программе все расходы, источники информации, то есть откуда клиенты о вас узнают. Данный справочник можно заполнять для того, чтобы программа формировала маркетинговый отчет. Категории клиентов помогут разделять клиентскую базу на группы. Вы сможете отмечать потенциальных клиентов, действующих и желательных, VIP-клиентов и т.д. Виды документов можно заполнить, если вы планируете хранить в программе скан-версии этих самых документов. В справочнике компании можно зарегистрировать все ваши юридические лица. Отделения – это ваши филиалы. Сотрудники – это люди, которые в этих подразделениях работают. Склады – это помещения, которые будут использоваться для хранения. Услуги – это то, за что клиенты будут производить оплату. Основная услуга – это само хранение. Причем единицы измерения показывают, что оплату можно взимать по-разному. За месяц или за каждый квадратный метр в сутки. Также можно производить начисления за любые сопутствующие услуги. Например, за работу погрузчика, которая будет измеряться в количестве моточасов. И последний справочник – прайс-листы. Здесь вы сможете создать основной прайс-лист для большинства клиентов, а также любое количество дополнительных прайсов для тех клиентов, которые будут с вами работать на особых условиях. Вот и все. После того, как мы пробежались по справочникам, уже можно сразу работать в программе. Для повседневной работы используется модуль «СВХ». Когда мы в него заходим, появляется поиск. С его помощью вы сможете в любой момент и без каких-либо усилий поднять историю по любому клиенту, помещению, дате и прочим параметрам. Если никакие критерии не задавать, а просто нажать кнопку «Поиск», выйдут все имеющиеся заявки на хранение. Чтобы добавить новую заявку, нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Добавить». Клиента выбираем из нашей единой базы контрагентов. Это значит, что если клиент уже делал нам заказ ранее, добавлять его повторно не требуется. Можем просто его найти по первым буквам. Когда клиента указали, выбираем склад для хранения и нажимаем кнопку «Сохранить». Новая заявка появилась. Внизу на вкладке «Движение ТМЦ» – «Товар на материальных ценностях». Теперь можем указывать любое количество движений товара. Клиент может хоть каждый день привозить новый груз и частично забирать имеющийся. Программа будет точно производить все начисления. Давайте оформим прием груза. Укажем, когда и что поступило. После этого программа автоматически заполнит и позволит распечатать любой требуемый документ, например, акт о передаче товарно-материальных ценностей на хранение. Все бланки будут формироваться с вашими реквизитами и логотипом. А теперь давайте посмотрим, как происходит начисление. По каждой заявке можно отмечать свой тариф за хранение. Сами начисления будут появляться на специальной вкладке. Появятся они сразу по всем открытым заявкам после того, как будет выполнено специальное действие – провести начисление. Массовое начисление можем выполнить до нужной даты. Факт оплаты также можно отмечать. Для этого используется последняя вкладка «Оплаты». Например, клиент заплатил часть суммы. Оставшуюся задолженность программа будет показывать по каждой заявке. В результате всех этих нехитрых действий программа сможет посредством управленческих отчетов анализировать ресурсы вашего предприятия. В первую очередь вы сможете видеть финансовый анализ по поступлениям денежных средств и актуальным остаткам. В отдельном сводном отчете можно будет посмотреть анализ по хранящимся остаткам товара и наличию свободной площади. Универсальная система учета работает также в режиме CRM – система учета клиентов и взаимоотношений. Это значит, что ваши сотрудники смогут отмечать по каждому клиенту всю выполненную и планируемую работу, а в отчете «Работа с клиентами» можно будет просматривать список дел на любую дату. Каждый менеджер сможет мониторить свои дела, а руководитель будет контролировать работу всех сотрудников. Также в нашей программе есть модная SMS-рассылка. С ее помощью вы будете уведомлять ваших клиентов о важных событиях. Мы показали вам лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с компаниями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом. Правильно!